Всем привет! Меня зовут Аня. Я сегодня буду рассказывать первый доклад из тех, которые заявлены. Большое количество сегодня людей собралось удивительно и неожиданно. Рада всех видеть. И спасибо организаторам, что позвали. Два предложения о себе. Надеюсь, мне будет не напряжно. Работаю я JavaScript-консультантом для американского стартапа. И у меня есть небольшая аутсорс-компания. Десять человек. Мы маленькие, но очень грозные. Значит, рассказывать я буду про… О, громче стало, по-моему, да? Ну ладно. Значит, рассказывать я буду про модульное тестирование с примерами кода на JavaScript. Значит, начну с начала. Идея модульного тестирования. Модульное тестирование или юнит-тестирование – это способ, с помощью которого можно определить, что определенные участки кода пригодны для использования. Интуитивно такие участки кода можно себе представить как наименьшую тестируемую часть программы. Ну, в объектно-ориентированном программировании, я думаю, можно придумать два таких наименьших участка программы. Это либо класс, либо метод. В своей практике на всех проектах, где я работала, мы писали юнит-тесты, мы договаривались подразумевать под юнитом метод или функцию, потому что она действительно маленькая, и легко тестировать и изолировать. Юнит-тесты обычно пишутся программистами, теми, которые пишут исходный код. Иногда юнит-тесты пишутся whitebox-тестерами. Тестерами белого ящика. И у этих тестеров есть доступ к исходному коду. Кстати говоря, юнит-тесты можно делать и вручную, но чаще всего, когда мы говорим про модульное тестирование, подразумевается автоматизированное модульное тестирование. Почему же стоит использовать модульное тестирование? Во-первых, оно помогает найти ошибки на ранних стадиях разработки. Это особенно касается методологии разработки TDD и BDD, очень популярные аббревиатуры в наше время. Везде их пытаются использовать, о них говорят. И я о них поговорю и вернусь чуть позже, потому что они заслуживают больше, чем пары предложений. Модульное тестирование помогает, облегчает рефакторинг. Как работает процесс? Кстати говоря, наверное, все знают, что такое рефакторинг. Ладно, на всякий случай. Это изменение кода внутренней структуры программы так, чтобы внешнее поведение программы не менялось. Это нужно для того, чтобы убрать дублирующие участки кода или облегчить понимание кода, впоследствии, чтобы легче было его поддерживать. Как помогает модульное тестирование при рефакторинге? Выделяете набор модулей, которые вы собираетесь рефакторить, составляете список, пишете для них юнит-тесты, и затем, когда вы запускаете юнит-тесты, вы проверяете, что после изменений юнит-тесты все еще дают положительный результат. Если это не так, что-то пошло неверно, значит вам нужно пофиксить ваш код, какой-то модуль сломался. А если все пошло так, то вы молодцы. Юнит-тестирование тоже полезно при отлавливании ошибок интеграции. Ну, вернее, оно тоже помогает, облегчает интеграцию. То есть интеграция — это когда модули взаимодействуют друг с другом. Значит, когда модульное тестирование может быть использовано как подход к тестированию снизу вверх. Вначале вы тестируете, что отдельные модули работают верно, и затем смотрите, как система ведет себя в целом на этапе интеграции. При этом, если появляются какие-то ошибки, значит, эти ошибки лежат где-то вот в интеграции. То есть это сужает область поиска ошибок во время интеграции. Юнит-тесты можно считать своего рода живой документацией кода. Это потому, что они описывают текущее состояние системы, должны поддерживаться всегда в актуальном состоянии. Пишутся они один раз, но при этом, если код меняется, модуль меняется, то вы изменяете и юнит-тесты. Посмотрев на юнит-тесты, легко можно понять, при каких входных данных какое должно быть выходное значение у модуля. Один мой хороший знакомый считает, что модульное тестирование, главное его преимущество, это то, что модульное тестирование намекает, если у вас очень сильно связанный код. На английском этот термин звучит как tidely coupled, ну то есть, может кто-то знает. В общем, приведу пример. Допустим, вы тестируете какой-то модуль, этот модуль вызывает другой модуль и еще обращается к базе данных. В таком случае, пытаясь протестировать код, вы тестируете не сам модуль, а все, что к нему прицеплено. И это уже как бы интеграционное тестирование, а не модульное тестирование. Вот, если вы не можете протестировать один модуль, значит у вас, скорее всего, сильно связанный код. Надо, наверное, с этим что-то делать, но это уже на вашей совести. В общем, я не очень люблю, когда кто-то рассказывает о какой-то технологии или подходе очень воодушевленно хорошо или плохо. Я считаю, что все должно быть гармонично, и рассказав о хороших сторонах модульного тестирования, также сообщу вам об ограничениях модульного тестирования, потому что вы, скорее всего, сталкиваетесь с ними, если работаете с модульным тестированием, или можете столкнуться. Во-первых, вот, а, ну, допустим, часто я сталкиваюсь в своем опыте с бесполезно написанными тестами. И, как правило, опыт показывает, что это связано с тем, что решение писать юнитесты — это не взвешенное решение всей команды. Кто-то приходит один, главный, и говорит, вчера прочитал такую клевую книгу, сейчас будем писать юнитесты. При этом предполагается, что вы, как бы, уже шарить, ну, разбираетесь, как писать эти юнитесты. А если нет, ну, откроете документацию, да почитаете, что не разработчик, что ли? Вот, и, в принципе, действительно часто сталкиваемся с такой задачей, открываем, читаем про юнитесты, начинаем их писать. Чем больше, тем лучше. Вот, ну, то есть мы же гуру, мы теперь знаем такую методологию, надо же написать и показать продуктивность. Такие юнитесты, ну, в общем, часто в таком случае юнитесты не добавляют никакого значения к качеству системы. Они занимают время на их написание и на их поддержание. И поэтому они замедляют процесс разработки. Если тесты написаны хорошо, то то время, которое вы тратите на написание самих тестов, оно, как бы, вычитается из времени, которое вы в итоге должны были бы потратить на отладку. То есть, как бы, компенсируется, и все хорошо. Большое количество юнитестов может создать ложное ощущение надежности системы. Если у вас 50 модулей, и для них 150 юнитестов, то, ну, и никто не усматривается, что действительно написано в этих юнитестах, то вы можете, как бы, очень удобно продавать приложения, с маркетинговой точки зрения говорить, что у нас все качество супер рулит. Вот, юнитесты, как и любой другой метод тестирования, они не говорят, что они отловят 100% ошибок программы. Это связано с тем, что невозможно пройти все пути, возможные пути прохождения кода, кроме тривиальных. Кроме того, модульные тесты лучше всего работают вместе с какими-то другими типами тестирования, там, ручным, интеграционным, потому что они бесполезны при, вот, отлавливании ошибок графического интерфейса, отлавливании ошибок системного уровня, там, интеграционном тестировании и так далее. Я понимаю, что, наверное, даже в первом ряду никто не видит вот этот маленький текстик около прыжочков. Просто расскажу. Это то, как я себе представляю минимальный набор уровней тестирования на приложении в идеальном мире. Вначале, вот, я очень люблю вот этот вот подход, когда мы тестируем модули вначале, а затем переходим к интеграционному тестированию. Мы убедились, что модули работают верно. Идем дальше. Проводим интеграционное тестирование. Допустим, все пошло хорошо. На этом этапе можно привлекать ручных тестеров или бета-тестеров, в общем, людей, которые помогут отловить те ошибки, которые, ну, тестирование которых очень дорого по времени и, ну, затратно. Вот. Не надо на это тратить время. Последнее, о чем хочу сказать на этом слайде. Юнитесты обычно пишутся теми же самыми людьми, которые пишут исходный код. Ну, здесь вот откроется, конечно, проблема, потому что если программист неправильно понял логику модуля и написал модуль, соответственно, неверно, то он и юнитест, конечно, напишет так, который, ну, неправильный, и он, естественно, пройдет. Вот. Вот. И поэтому предлагают, а, у нас на проекте, как мы решили эту проблему, у нас есть система, куда мы загружаем исходный код для ревью. С недавних пор мы стали туда загружать и юнитесты. И любой человек, посмотрев на эти юнитесты, ну, в общем, юнитесты написаны довольно простым языком, вы потом увидите. Вот. Пример. И посмотрев на эти юнитесты, любой человек, член команды, может спросить вообще, что ты тут вообще имел в виду, я думал, все будет по-другому. Test Drive and Development переводится как «разработка через тестирование». Очень популярная методология. Это, да, подход к разработке программного обеспечения, который сводится к повторению от коротких циклов, кружочков, показанных на схеме слева. Первый, согласно юнитестированию, первый шаг, который выполняет разработчик при получении задания, это написать юнит-тест. Только потом он уже пишет исходный код. И для того, чтобы написать этот юнит-тест, ему нужно сфокусироваться на требованиях, предъявляемых к данному модулю, просмотреть там возможные логические, ну, входные, выходные параметры и так далее. Вот. Это такая тонкая, но важная особенность TDD от методик разработки, когда юнит-тест пишется уже после того, как вы написали исходный код. Такой тест, запускаем, естественно, исходного кода нет. Мы видим «watch test fail», видим, что тест падает. Переходим к следующему шагу. Мы пишем минимальное количество кода для того, чтобы тест прошел. Допустимо, написание, там, решение задачи каким-то неэлегантным способом, неоптимальным путем. Это все приемлемо, потому что у нас есть последний шаг, рефакторинг, где мы сможем уже отполировать все, что нам нужно, если захотим. Написав этот код, вот, запускаем тесты. Если в какой-то момент тест выполняется и показывается зеленый флажок, это значит, что все хорошо, вы можете считать, ну, разработчик может считать, что функциональность написана. Делаете рефакторинг, опять же запускаете тесты, и цикл повторяется снова столько раз, сколько новой функциональности добавляется в систему. Есть две важных особенности, ну, вернее, вещи, которые бы я хотела с вами поделиться, они связаны с TDD. Во-первых, TDD появилась впервые в рамках экстремального программирования, Extreme Programming, и под названием сначала тест. Потом из-за своей популярности оно выделилось вот в отдельную методологию, сейчас используется отдельно. Второе, это уже то, что я на практике увидела, ну, мне кажется, в теории это тоже где-то пишут. Самая главная проблема TDD, я считаю, то, что разработчикам тяжело принять то, что они должны писать тест. Услышав слово «тест», обычно у разработчиков начинается 250 вопросов, почему я должен писать тест, у нас есть тестировщики, а если нет, давайте наймем, это вообще не моя работа, это нудно, и так далее. Вот для того, чтобы преодолеть такую концептуальную пропасть, помочь бедным разработчикам, появилась такая методология, как BDD. Можете поспорить со мной, но я считаю, что BDD ничего больше, как то же самое TDD, но в других терминах. Вот слово «тест» заменено на слово «пример», «экземпл». Там, ну, в табличке показано, что еще интересно. «Юнит» заменен на «поведение». Дальше, когда я буду говорить о терминах модульного тестирования, вы сможете сравнить синтаксис TDD и BDD и понять, в чем разница. В общем, в двух словах TDD имеет более классический синтаксис, BDD более выразительный и понятный. Базовые термины. Почему это важно? Я как-то заметила, что в наше время люди не очень хотят разбираться с тем, с чем они работают. Как бы библиотеки, фреймворки, они абстрагируют, и ты можешь, в принципе, сильно не напрягаясь, что-то там написать, и оно еще будет работать. Вот, я считаю, тяжело написать хорошие юнитесты без понимания базовых терминов. Их всего лишь немножко пять, о которых я буду рассказывать. Ну, в общем, погнали. Значит, «assertion» переводится как «а». Все они используются в английском, как бы в английском варианте. Почему-то русский перевод не сильно устоялся, но если вы его знаете, то можете его использовать. Может быть, кто-то поймет. Значит, буду переводить все эти названия для того, чтобы у вас создались какие-то связи в голове, и вы, уйдя отсюда, смогли потом вспомнить вообще, что такое assertion, надеюсь. Переводится как «утверждение». Assertion — это выражение, это одна строчка кода, которую вы располагаете в юнит-тесте ближе к концу, чаще всего. И она выражает, как вы понимаете, как работает модуль. Вы сравниваете реальное состояние, то, что функция вернула, и то, как вы думали, то значение, которое вы думали, эта функция вернет. Assertion дает булевое значение, либо true, либо false. Вот я привела такой псевдокод, очень простого примера, наглядно. Если в ходе выполнения кода вы считаете, что в какой-то момент x будет равняться единицам, какие могут быть у вас самые простые assert'ы? Первый — x больше нуля. Если вы так думаете, значит, все хорошо, assert вернет true, тест прошел. Да, кстати, assert' он как бы индикатор того, прошел ваш тест или нет. То есть очень важно понимать, что вы там сравниваете. Если вы считаете, что почему-то x меньше нуля, значит, вы считаете неправильно. Подумайте, где вы ошиблись. В реальной жизни, конечно, assert' выглядит немножко посложнее, но, в общем, очень понятно и не кубивающе. На слайде сейчас показана оболочка функции. У нас есть функция под названием initialize. Внутренний код я опускаю, он здесь не нужен. И смысл такой. Если функция все, что она там инициализирует, проинициализировала верно, то она вернет true. Значит, я ее вызываю и сохраняю результат в переменную из initialized. Далее, вот, сравните TDD и BDD синтаксис. В TDD терминах это будет assert.isTrue. Передаем переменную из initialized. То есть мы сравниваем, действительно ли она равняется true. В BDD синтаксисе, вот, если как бы забыть и абстрагироваться, что это строчка кода, в общем, звучит как предложение. Expect, переменная из initialized, to be true. Не похоже на код, даже потом. Фикстура. Переводится как зафиксированное состояние. Фикстура нужна для того, чтобы фиксировать состояние, в котором выполняется ваш код. То есть внешнюю среду. Я, когда готовила доклад, пыталась найти какие-то ссылки, источники, чтобы умно рассказать про фикстуры. Но там очень сложно, на самом деле, написано. Тем более для людей, которые никогда не работали с юнит-тестами. Вот чтобы понять, для чего вообще фикстуры появились, я приведу пример. Мне кажется, так будет понятнее. Представьте, что у вас есть файл, в котором написано три функции, три юнит-теста. И в каждом юнит-тесте мы тестируем JavaScript-функцию. Неудивительно, что каждая из них работает с элементами DOM, обращается к ним. Теперь представьте такую ситуацию. Функцию, которую мы первую тестируем в первом юнит-тесте. У нее она создает HTML-элемент и добавляет его в body. Вторая функция, которую мы тестируем во втором юнит-тесте, она удаляет этот же самый элемент из body. Третья функция пытается работать с этим же самым элементом. Ну, понятно, наверное, что третий юнит-тест упадет, и не только, ну, вернее, не потому, что юнит-тест написан неверно, или исходный код написан неверно, а потому, что внешняя всегда поменялась. Вот, чтобы ее зафиксировать, нужны фикстуры. Эту проблему, которую я сейчас описываю, а, запустив, вот, когда проблема возникает, когда вы запускаете этот файл с тремя юнит-тестами последовательно. Вот, ну, я надеюсь, понятно. Решить эту проблему можно несколькими способами. Один из них сейчас показан на слайде. С помощью библиотеки JavaScript-овой, ну, если кому-то интересно, это же смин, я использую функцию load-fixtures и загрузить фикстуры. MyFixureMarkup.html — это файл, в который я руками прописала разметку и подгружаю его, эту разметку, перед тем, как выполняется каждый юнит-тест в файле. Before each. Вот. Есть другой вариант — подключить библиотеку JS-DOM, которая является JavaScript-инклементацией объектов V3C. Там они доставляют document, window. Вы можете динамически создавать элементы, генерировать разметку. Еще примеры, когда используется фикстура для того, чтобы имитировать от JAX-запросы или от JAX-ответы. На бэкэнде я знаю, что фикстура иногда используется, ну, часто используется для того, чтобы не делать реальных обращений к базе данных. Та же самая ситуация. Если в какой-то момент в базе данных что-то поменялось, а вы рассчитываете на какие-то определенные данные, то тест упадет. Ну, и по вине внешней среды. Stab — это функция, переводится как заглушка. Функция, которая перезаписывает поведение какой-то другой функции. Для чего она нужна? Ситуаций бывает несколько. Во-первых, если вы хотите, допустим, вы тестируете функцию, которая вызывает еще одну функцию, и вы не хотите зависеть от того, как отработает вот эта вторая функция. Вы хотите точно знать, что она в какой-то момент вернет один или бросит исключение. Вот именно для этого нужен Stab. Еще он полезен тогда, когда, допустим, вы тестируете функцию, в которой есть if-else утверждение внутри. И вам нужно проверить эту функцию в двух случаях. Когда ход выполнения кода идет по пути if, и когда по пути else. Вот Stab может повлиять на ход выполнения кода и дать вам возможность протестировать все нужные вам варианты. В примере показан простой пример, как я создаю Stab, заглушку для функции foo, и говорю ей, что при вызове эта функция должна бросить исключение, throws, с объектом error. Следующая строчка — это ожидание или assertion, в котором я именно и проверяю, что она действительно бросила исключение. Spire — это функция, которая шпионит, переводится как шпион, она шпионит за какой-то другой функцией и записывает себе в свойства все, что произошло с той функцией. Сколько раз она была вызвана, вызвана ли она вообще, с какими аргументами и что она вернула. Тоже нужно в целях тестирования одно свойство, которое есть у Spire, приведено в таблице — cold once. Свойства есть cold еще 10 минут, или cold once, cold twice, multiple times и так далее. Полный список и как они записаны зависит от библиотеки, которую вы используете, которая предоставляет Spire. Если вам интересно конкретно вот здесь используется Simon, можно посмотреть у них на страничке. Их довольно много, этих свойств. В примере я хочу проверить, что метод height объекта курсор был вызван только один раз. Я создаю для него Spire в начале с помощью библиотеки Simon и затем проверяю. Simon.assert.coldonce передаю метод. Похожий принцип, ну нет, синтаксис BDD. Expect курсор height cold once to be true. Моки. Второе главное, наряду с assert'ами, термин, понятие в модульном тестировании мог переводиться как имитация. Это фейковый объект, ненастоящий, который ведет себя как настоящий, для которого вы создаете, но при этом его поведение можно контролировать. Моки — это как спай и стаб в одном. И они вместе со стабами и спаями используются для того, чтобы изолировать тест от среды выполнения. В примере, не знаю, видно или нет, я хочу для объекта jQuery создать имитацию mock и проверить, что ее метод each при вызове в первый раз с определенными аргументами вернет определенный результат. При этом, если хоть одно из утверждений вот в этой цепочке будет неверное, то мой тест упадет. Это ожидание того, что мы хотим. mock.expects ожидаем, что метод each, вызванный once, вызванный с аргументами calls argument with, два значения, один и пустой объект, returns — пустой объект. Базовая структура метода содержит как минимум три шага, второй, третий, четвертый. Вначале мы подготавливаем входные данные для функции, которые мы собираемся тестировать. Затем мы вызываем сам метод, который мы тестируем, и затем проверяем, что ожидаемый результат соответствует реальному. В зависимости от ситуации, иногда еще используют первый и последний блок before, а вот setup и before — это одно и то же, только в терминах TDD и BDD соответственно. Teardown и after — в терминах TDD и BDD тоже. Setup переводится, кто не знает, как достройка, teardown — завершение. Значит, блоки before обычно, сильно не буду тратить время, осталось мало. Before обычно создаются какие-то глобальные объекты, которые вы хотите использовать во всех юнит-тестах. Ну, в данный момент я создаю документы в Windows, я знаю, что я их не буду менять, могу ими пользоваться. В принципе, могла бы понакопипастить в каждый юнит-тест, но не хочу. Значит, в чем отличие, если есть приставка each и если ее нет? На примере before расскажу. Если есть before, блок, который внутри, выполняется один раз перед тем, как запускается первый юнит-тест. Если есть приставка each, before each, то этот код внутри блока будет запускаться каждый раз перед каждым юнит-тестом из текущего файла. То есть, если у вас 5 юнит-тестов, 5 раз блок before each исполнится. На слайде показаны 4 строчки кода before блок, 2 теста, первый и второй, и after each. Но вы можете проверить, как вы поняли, как работает each и так далее. В общем, смотря на это, кому-то непонятно? Я объяснила, просто время нет. Мне кажется, тут все понятно. Ладно. Значит, юнит-тест. Выглядит вот так. Упрощенная версия, но это взято с реального проекта. То есть, это реально работает, не то, что там севдокод. Используется BDD синтаксис. Название метода записано в первой и второй строчке названия юнит-теста. Shouldn't, там, initialize, не должен инициализировать курсор, если уровень зума меньше либо равен минимальному уровню зума. Значит, если вы посмотрите в третий блок, где мы вызываем метод, вы увидите, что тестировать мы собираемся функцию метода init, объекта курсор, при этом нужно передать зум-левел. Я его создаю во втором блоке. И еще я сразу люблю создавать объекты, или то, что я считаю, функция должна вернуть, чтобы не призято к этому относиться и не подстраиваться под то, что вернула функция. В четвертом блоке у нас assertion, или в терминах BDD, ожидания, где мы проверяем, что реальный результат функции actual курсор равен тому, который я думала будет, expected курсор. Expect actual курсор to deep equal expected курсор. Deep означает способ сравнения двух объектов в джаваскрипте, будет рекурсивно сравниваться все свойства. Если нет deep, то только первый уровень. В tierdown, но им, короче, джаваскриптеры обычно не пользуются, здесь удаляются все переменные, чтобы не загрязнять глобальное пространство. Output пропускаю. Если вы дошли до этого шага, то, короче, с Output'ом вы тоже разберетесь. Вот. Tools. Ну, нет времени. Значит, обычно, вообще теоретически возможно написать юнит-тесты без использования сторонних библиотек и фреймворков. Но это означает, что вы потратите много времени на то, ну, сколько-нибудь времени на то, чтобы написать своими руками код для запуска юнит-теста, tool, который поддерживает assertion, там, который ловит exception, выводит результат, ну, и так далее. Все, что вам надо. Поэтому я настоятельно рекомендую тем, людям, которые только начинают особенно писать юнит-тесты, использовать фреймворки. Один слайд остался, заверно. Значит, Вики говорит, что есть уже около 40 фреймворков для написания модульных тестов для джаваскрипта. Я выписала три, я с ними работала, могу за них вручиться и рассказать на перемене. Ну ладно, сейчас одно предложение. Кью юнит писали те же люди, один из тех людей, который писал jQuery, использует TDD синтаксис, очень легкая, есть в принципе все базовое, что вам может понадобиться. Backbone.js использует кью юнит для того, чтобы проверить свои модули. Хорошая, есть известный чуваку в джаваскрипте Эдди Асмани, у него статей куча про кью юнит и как он используется. То есть вообще очень хорошо наглядно показано, рекомендую почитать. Jasmine, хороший тоже фреймворк, использует BDD синтаксис, там все более гибко, всего больше, ну и возможностей тоже больше. Moka.js сайнон, не знаю, не видел еще ни одного джаваскрипт-разработчика, который реально выберет вот эту связку. У нас на проекте выбрал джава-разработчик, потому что они очень любят вот отдельные модули, не доверяют, они говорят, что я не могу доверить вот той команде, которая написала тест-раннер, ту, которая запускает тест, чтобы они еще хорошо написали там спай, моки и так далее. Что мы используем на проекте? Moka.js тест-раннер, он устанавливается и запускается в ноде, еще может запускаться в браузере, очень гибкий и запускает тесты асинхронно. За всю эту гибкость вы поплатите с тем, что вам нужно выбирать дополнительные тулы в свое время, изучать их, настраивать и поддерживать. И, ну, не знаю, вот, моки ато, а, оказывается, что Moka не запускает тесты параллельно, поэтому один из наших разработчиков фотнул Moka и теперь у нас вот с помощью моки ато запускаются тесты параллельно. Achaia предлагает интерфейс для асершенов TDD и BDD синтаксиса для BDD еще есть два даже целых интерфейса shoot и expect. Ну, про GSDOM я сказала, Moka, это код coverage. Это такой тул, который собирает всю информацию по функционалу, который вы покрыли юнит-тестами и говорит, там, 30% юнит-тестов модулей у вас покрыто юнит-тестами, вплоть до того, ну, в зависимости от того, какой вы инструмент берете, вплоть до того, что показывает весь исходный код и подсвечивает зелененьким и красненьким, какие строчки были покрыты юнит-тестами, а какие нет. Ну, удобно, наглядно. Если вы внедряете юнит-тесты себе на проект, ну, не с самого первого дня, а в какой-то момент стали это делать, я думаю, что лучше начинать покрывать вначале ядро, потому что ошибка, если она там есть в ядре, очень много значит и будет всем плохо, если она там найдется. Вот. Мне рекомендуют покрывать юнит-тестами приватные методы, ну, там, члены классы, потому что нужно абстрагироваться от реализации вашего кода, самая главная логика, то есть концентрируйтесь на логике. И последнее, что я хотела про кодковый рассказать, а, а, ну ладно, начнем. Ну, тоже насчет этого вы поняли там Ajax-реквесты, особенность, конечно, JavaScript-а, есть несколько вариантов, как решить эти проблемы, мопнуть jQuery Ajax, последней версии там известных библиотек для JavaScript-а предлагают фейковые XML, HR-объекты, фейковые сервера, все зависит от конфигурации, сколько вы готовы на это потратить. Последний, правда, слайд, ничего. Значит, выделила много, на самом деле, лучших практик, и каждый руководствуется своей, я считаю, что вот эти самые главные. Во-первых, тесты должны выполняться быстро. В примерах, которые я показывала, один юнит-тест выполнялся четыре тысячных секунды, это супер. Вот. Золотое правило, что все юнит-тесты, вообще, вот набор тестов должен выполняться не больше десяти минут. Вот. Если что-то, ну, почему? Потому что, если вы запускаете тесты локально и каждый раз ждете по сорок минут, когда тесты выполнятся, не знаю, можно отбиться кофе. Вот. Continuous Integration Tool, если тоже мы используем, вот у нас бамбу, он настроен так, чтобы запускать вначале смок-тесты, потом юнит-тесты, а потом автоматизированные тесты. Представьте себе ситуацию, когда каждый шаг выполняется очень долго. Расправили эти процессы, делайте, выполняйте тесты асинхронно, но делайте что-то, чтобы тесты выполнялись быстрее. Архитектура приложения должна поддерживать то, что вы можете тестировать, ну, можете изолировать функцию, которую вы собираетесь тестировать. Я тоже говорила уже про связанность кода. Консистент. Результат выполнения юнит-теста всегда должен давать один и тот же результат, если вы ничего не меняли в коде. Вот. Поэтому плохой практикой считается использование циклов внутри юнит-теста и в else-стейтмент, потому что они могут повлиять на результат выполнения кода. Это плохо. Одна ответственность. Один юнит-тест в идеале должен тестировать только одну логическую единицу этого модуля, который вы тестируете. Не надо пытаться в одном юнит-тесте протестировать все возможные варианты выполнения кода. Допустим, юнит-тест возвращает положительное значение, ой, функция, которую вы тестируете, модуль. Затем он там возвращает отрицательное значение и потом он еще бросает исключения. Выделите три юнит-теста, пять, сколько вам надо, чтобы это было понятно. Называйте тесты, тесты должны сами себя описывать. Самое главное правило, пожалуйста, называйте тесты понятно. Вот у нас на проекте очень мало времени, не знаю, у разработчиков, не знаю, что случилось, люди копируют предыдущие юнит-тесты и вставляют их по пять раз. И при этом внутри они там что-то меняют, а названия юнит-тестов нет. В итоге получается десять юнит-тестов с одним названием, ничего не понятно, что он тестирует, и если он падает, то непонятно, какой конкретный юнит-тест упал. Используйте все те же практики, которые вы используете при написании кода, в именовании переменных, методах и так далее. Не ловите исключения, если вы их не ожидаете. Ну, допустим, вы тестируете функцию, вы знаете, что она должна просить исключения. Отловите, и все супер. Если вы не ожидаете и словите такое исключение, то вы как бы не поймете, что ваш тест упал. И смысл такой тест вообще держать, он не говорит об ошибках. И гуру юнит-тестирования и эти дети говорят о том, что один юнит-тест в идеале должен содержать один логический асерт для теста. Опять же, не нужно зацикливаться на том, что именно делает метод в плане реализации. Нужно концентрироваться на логике. Вот. У меня все. Спасибо, Лиза. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ